Главной целью программы является снижение количества детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения. Она рассчитана до конца 2014 года. По словам Донецкого городского головы, самое главное – избежать того, чтобы в обществе были лишние люди. Поэтому нужно находить решение и включать механизмы социальной защиты. Это касается не только детей, но и будут программы по взрослым, потому что зима, вот эти низкие температуры показали, что есть и там проблемы очень большие. И самое главное, что наша задача – как можно больше адаптировать, реабилитировать тех людей, которые попали в сложные жизненные условия любого возраста. Программа имеет уклон, направленный на предотвращение, на профилактику, на раннее выявление семей с детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. Также применение новых технологий работы с семьей, развитие семейных форм, воспитание детей и возврат в биологическую семью, если уже возврат в биологическую семью невозможен. Прецедентов подобной программы в Украине нет. Есть программы, которые работают на маленьких территориях, например, каких-то сельских, рад и так далее. А вот в таком большом городе, как Донецк, программы не отработаны. И самый сложный компонент мы с вами отрабатываем, по сути, мы отрабатываем – это профилактика социального сиротства, о которой сегодня очень много говорят, но по сути не знают, каким боком подойти. Очень важно то, что нужно помогать биологической семье. И только в этой ситуации мы можем как-то влиять на уровень сиротства, можем каким-то образом гарантировать, что наши дети будут счастливы. За тот период, пока согласовывалась программа, фонду удалось многое сделать. Самый важный такой компонент – это обучение специалистов, которые будут принимать участие в реализации этой программы. Для этого приглашались серьезные тренеры, очень компетентные, на наш взгляд, представители Эстонии, Наталья Умарова, которая по своей методике обучила специалистов центров социальных служб города Донецка и специалистов службы по делам детей, а также представителей общественных организаций, которые мы уже подключили к реализации программы и которые, я думаю, что еще подключатся. В этом году планируется открытие центра «Матери и ребенка». Также в Донецке появится социальная квартира для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также начнется строительство социального общежития. И что самое главное, на наш взгляд, как специалистов в этой сфере, мы надеемся в городе Донецке заработать система раннего выявления таких семей, которые нуждаются в помощи. В рамках этого проекта создан кризисный центр по работе с семьями в сложных жизненных обстоятельствах, основной задачей которого является снижение количества лишений родительских прав и недопущение попадания ребенка в детский дом. В центре для детей и семей в сложных жизненных ситуациях «Город Солнца» дети пребывают только с родителями. У нас семь мам, сейчас 11 детей. Возраст от одного месяца до девяти лет. В принципе, как правило, мы помещаем достаточно длительное время, потому что если семья в какой-то сложной ситуации, сразу из этого нельзя помочь ей выйти. Очень много у нас молодых мам с новорожденными детьми, и они пребывают, как правило, до исполнения ребенку двух лет. Самая первая проблема, с которой попадают в этот центр, это когда из роддома некуда выписаться с малышом, особенно если мать – несовершеннолетняя сирота. Есть у нас семья, мама и двое детей. Их жилье абсолютно непригодно для проживания вместе с детьми. Служба по делам детей попросила, чтобы не разлучать маму с детьми, поселить их здесь. Сейчас уже мама устроилась. Мы нашли новую работу вместе с жильем. Другом, правда, районе, но мама на работе, а дети здесь. Кроме предоставления жилья, обучения, как готовить и как ухаживать за детьми, здесь учат общаться с инстанциями, помогают в решении юридических проблем. Кира Думская, Михаил Третьяк, Первый муниципальный.